Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. На дверях звезда и георгиевская лента. Здесь живет ветеран. Акция под таким названием стартовала в Сочи. Башню на горе Ахун могут поставить на реконструкцию. Пока же комиссия проверила, кто работает рядом с памятником архитектуры. В Сочи завершилась веломногодневка. На старт последнего этапа, посвященного герою СССР, вышли 120 спортсменов. 15 метров покоряются за секунды. В Сочи впервые прошли чемпионаты первенства Южного округа по скалолазанию. 28-ю годовщину реабилитации казачества отметили на Кубани. В Краснодаре состоялся торжественный парад. Участие в параде приняли 5000 казаков. Чеканья шаг они прошли по главной городской площади. Собравшихся приветствовали почетные гости. Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев для Кубани казачество всегда было неотъемлемой частью жизни. История Кубани и казачества полна славных и героических страниц. Благодаря усилиям казаков Россия прирастала своими территориями, осваивались и заселялись новые земли. И главное, казаки всегда стояли на страже рубежей нашего Отечества, укрепляя государственность, заботились о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Сегодня вы продолжатели славных традиций. Кубанское казачье войско – самое многочисленное, самое организованное казачье войско в стране. Вы патрулируете улицы наших городов и станиц, охраняете школы и детские сады, растите хлеб на своей земле, участвуете в управлении муниципальными образованиями. От вашего образа жизни, от вашей активности и результативности на службе, на работе, в учебе или дома, зависит, пойдет ли за вами молодежь Кубани. Будете ли вы являться для нее образцом для подражания, поверят ли в вас жители края. На вас сегодня смотрит Кубань, на вас сегодня смотрит Россия. Служите во имя процветания Кубани ради мощи, благополучия и величия нашей великой державы. В параде приняли участие районные казачьи общества, казачьи кадетские корпуса и даже десантники воинской казачьей части. Перед началом прохождения парадных расчетов на площадь вынесли регалии Кубанского казачьего войска, в том числе и жалованную грамоту Екатерины Второй. Возрожденное казачество – реальная сила. Люди поверили нам, почувствовали в казаках крепкую опору. Этот авторитет стоил нам больших трудов, и мы не должны его потерять. Каждый день казаки Кубанского казачьего войска с честью продолжают нести все виды государственной службы. Совместно с полицией охраняют покой граждан. Под защитой казачьих охранных предприятий находится уже почти 2400 социальных объектов. За последние три года больше 10 тысяч молодых казаков и атаманов пополнили ряды Кубанского казачьего войска. А в кадетских корпусах и казачьих классах обучаются около 90 тысяч детей. На Кубани после реконструкции открыли здание казачьего кадетского корпуса имени Сотника Михаила Чайки. На торжественную церемонию в станицу Бринковскую приехали генеральный прокурор России Юрий Чайко, вице-премьер страны Алексей Гордеев, первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, зам генпрокурора страны Андрей Кикоть, а также прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и глава Кубани Бнямин Кондратьев. По словам генпрокурора, казачий кадетский корпус, который носит имя деда Юрия Чайки, сочетает в себе высокотехнологичность и приверженность традициям. Обучение в казачьем кадетском корпусе будет в равной степени способствовать духовно-нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию их в духе славных традиций кубанского казачьего войска. Развитие казачьего образования является продолжением великого дела, за которое мой дед отдал жизнь. В современной России казаки стали реальной силой, способной решать вопросы государственного и местного значения в интересах Родины. Сделано все, чтобы вы, дорогие кадеты, имели возможность в полной мере посвятить себя образовательному процессу, а преподавательский состав – воспитанию достойных сынов нашего Отечества, настоящих патриотов нашей Родины. Это только начало нашей большой работы. Фонд и дальше продолжит свою деятельность. И в этом году уже будет выделено порядка 30 миллионов рублей уже на развитие самой станицы Бриньковской. После реконструкции общая площадь казачьего кадетского корпуса выросла с полутора до семи тысяч квадратных метров. В результате более чем вдвое увеличилось количество учебных мест. 125 воспитанников будут заниматься в современных классах, которые оборудованы по последнему слову техники. В здании появились универсальные спортивные залы, медицинский блок и просторная жилая зона. Как отметил Вениамин Кондратьев, открытие нового корпуса поспособствует становлению казачества на Кубани. Этап восстановления казачества благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и становления казачества совершились. Следующий самый главный и важный этап это развитие казачества, развитие казачьей экономики. Вот это сегодня стратегическая задача, а для этого нужны кадры высокообразованные, те кто сможет на самом деле создать казачью экономику. Мы, друзья, верим в вас, в вас, молодые мальчишки, кадеты, что за вами будущее и Кубань будет в надежных руках. Казачья культура тесно связана с развитием духовности. Генеральный прокурор страны и глава Кубани приняли участие в церемонии передачи частицы мощей святого преподобного Серафима Саровского. Они будут храниться в храме великомученика Георгия Победоносца. А после участники церемонии возложили цветы к памятнику казакам и мемориалу павшим воинам. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. Здесь живет ветеран. Акцию под таким названием в эти дни проводят во всех школах Сочи. Школьники и юнормейцы сегодня собрались во дворе дома на улице Одесской. Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны Павел Сюткин. Ученики 14-й школы здесь частые гости. Биографию Героя России они знают наизусть. Один из классов школы гордо носит его имя. Мы ходим с удовольствием к ним в гости. Они нам рассказывают множество историй и про фронт, и про свою жизнь. И это помогает нам думать, помогает нам планировать что-то на будущее, знать, какими мы будем, какими мы хотим быть и с кого брать пример. Сегодня в Сочи дан старт акции. Здесь живет ветеран. Для акции изготовили вот такие звезды. Их крепят на дома ветеранов, чтобы все знали, в соседней квартире живет человек героической судьбы. Конечно, очень приятно. И моя встреча – это эликсир в моей жизни. Я подпитываюсь и живу именно этим самым. Всего в Сочи 313 ветеранов. Красные звезды появятся на доме каждого из них. С каждым годом их становится все меньше и меньше. И мы, конечно же, гордимся своей историей. А школьники, участвуя в таких акциях, они погружаются больше в историческую правду, изучают этот опыт от носителя этой информации. Акцию «Здесь живет ветеран» проводят в Сочи впервые и планируют сделать традиционной. К другим новостям. Ограничить строительство на побережье. Кубанские парламентарии приняли во втором чтении закон, запрещающий возведение домов вдоль береговых линий в курортных городах края. Инициативу о поправках в градостроительный кодекс региона на рассмотрение в законодательное собрание внес губернатор края. Вениамин Кондратьев сегодня участвовал в обсуждении изменений. О законопроекте говорили еще месяц назад в первом чтении. Тогда споры возникли о том, на каком расстоянии от моря все-таки запретить строительство. Было принято решение увеличить эту границу. Наша работа носит все более конкретный характер, прикладной характер. Законы по-настоящему становятся актами, которые работают. Коллеги, здесь безусловно я признателен за закон о внесении изменений в статью 27 закона края о градостроительном кодексе Краснодарского края. Это уже перезрел вопрос. Перезрел. Мы наши курорты не узнаем. Принципиальный был подход. Что мы хотим получить? Мы хотим развивать экономику курортов как курортов. Либо экономику строительного бизнеса на курортах. Но тогда это не курорты. Мы уже говорили, тогда мы их превращаем в такие определенные спальные районы больших городов. 500 метров от уреза воды мы сегодня не можем строить жилье. Если речь идет о курортах, давайте там строить санатории, гостиницы, дома отдыха. То, что будет кормить курорт. Всестороннее изучение, рабочие группы и слушания проводились по этому поводу. Очень досконально вопрос рассмотрен. Коллеги, комитетом, как Владимир Владимирович обозначен, подготовлена таблица поправок. По таблице поправок есть ли замечания? Предложение ставится на голосование. Таблица поправок. Еще один немаловажный закон, одобренный сегодня парламентариями, продлевает действия социальных выплат семьям, которые взяли к себе приемных детей. За одного ребенка единоразово выделяется 300 тысяч рублей. В случае усыновления детей инвалидов сумма увеличивается до полумиллиона рублей. Действие закона продлено еще на 6 лет. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 23 апреля в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем 12-14 градусов выше нуля. Памятник архитектуры федерального значения в Сочи нуждается в генеральной уборке. Самая популярная достопримечательность курорта – башня на горе Ахун – выглядит непрезентабельно, считает депутат Законодательного собрания края. Что портит внешний облик знакового места – об этом в материале Татьяны Говорковой. 663 метра над уровнем моря, около двух десятков пещер, более 200 видов растений и пять легенд – красивых и мистических. Это гора Ахун. Она притягивала людей во все времена. Здесь находится стоянка людей каменного века, средневековые христианские храмы и крепость. Со временем появились новые объекты, но они не стали украшением для памятника архитектуры. Старую автобусную остановку, построенную в 1936-м, предприниматели заложили блоками и превратили в кафе. На тех же блоках и кирпичах установлены сувенирные и торговые ларьки. Я на это смотрю, и мне просто плохо становится. Во-первых, оно большое, то есть не должно никакой объект перекрываться на башне. Башня федерального значения. Состояние памятника федерального значения его территории проверил депутат ЗСК Виктор Тепляков. Его сопровождали представители ГИБДД, МЧС, Сочинского национального парка, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и городского департамента по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству. Проверили каждый объект. В кафе и шашлычных зафиксировали нарушения пожарной безопасности. Нарекания коснулись работы колеса обозрения и аттракционов. На некоторых в качестве подвесных конструкций используют деревья ценных пород. Много проблем с логистикой, есть вопросы по дороге, потому что много оползневых участков. И я сейчас сам проехал вместе с коллегами, тоже не увидел, что какие-то работы ведутся. Плюс достаточно загруженная хорошая территория, которая имела успех еще в Советском Союзе. Очень много торговли, очень много непонятного общепита. И все это при отсутствии канализования, при отсутствии должного ухода, при отсутствии благоустройства. И самое главное, это все особо охраняемая природная территория, где вообще ничего этого быть не должно. Башня Хун находится в управлении национального парка. Ее территории сдаются в субаренду. Но должного ухода, считает Тепляков, нет и за самой достопримечательностью. Она покрылась многолетней грязью. Также комиссия не получила внятного ответа, на каком основании берется плата за посещение. По всем этим фактам будут направлены запросы в Краевую прокуратуру. Тем не менее, уже сейчас туманные перспективы башни Хун начинают понемногу проясняться. С управлением по учету объектов историко-культурного наследия и охраной памятников, мы договорились с ними, что в ближайшее время они нам выдадут заключение, на основании которого будет подана заявка на выделение средств на реконструкцию башни Хун. Такие же проверки пройдут и на других знаковых объектах, принадлежащих национальному парку. Их около 70. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Школьник из Новороссийска победил во Всероссийской олимпиаде по экологии. С высоким результатом юношу поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Новороссийц Никита Трошин стал победителем Всероссийской школьной олимпиады по экологии. Финал олимпиады проходил в Сочи в школе номер 100. Уже в холле участников встретили так называемые пластиковые люди. Они рассказали, что может случиться с человечеством, если оно не задумается о восстановлении экологического баланса. В нем принимали участие 232 школьника из 71 региона России. В конечном итоге жюри пришлось очень непросто. Тем не менее, 17 человек получили статус абсолютного победителя. 85 человек стали призерами Всероссийской олимпиады по экологии. Ежегодно во всех этапах олимпиады по экологии участвуют более 6 миллионов ребят. Победители и призеры войдут в состав сборной России на международные интеллектуальные соревнования. Ребята также получат льготы при поступлении в ВУЗы и станут претендентами на получение премии господдержки талантливой молодежи. Будущее избирателей отправ к возможностям. Конкурс под таким названием проходит в сочинских школах. Сегодня подведены итоги. Избирательная комиссия Сочи и городское управление по образованию и науке в начале учебного года подписали соглашение взаимодействия. Цель – повысить уровень правовой культуры молодежи. В 17 школах Сочи в программу включили курс «Избирательное право». Его слушатели – старшеклассники. Мы уже давно проводим и зональную олимпиаду по избирательному праву, и интеллектуальную игру, и скайп-турнир «Сочи-Владивосток. Будущие избиратели». Но теперь, вот мы подписали соглашение в сентябре, у нас еще есть элективный курс. Спасибо большое, муниципальные избирательные комиссии. Результатом занятий по избирательному праву стали 80 работ, которые школьники представили на конкурс «Будущие избиратели. Отправ к возможностям». Я считаю, что это очень важно в настоящее время, именно заинтересовать молодое поколение, принимать активное участие в выборах, знать о своем активном избирательном праве, о праве выбирать свое будущее. Избирательная система является фактически основой вообще выбора власти, делегирования власти гражданами. Поэтому, чем раньше и лучше, надлежащим образом наши молодые избиратели будут в этом разбираться, тем, конечно, лучше. На конкурсе старшеклассники представили исследовательские работы, аудиообращения, видеофильмы, инфоролики, а также электронные плакаты и творческие рисунки. Работы победителей и призеров в этой номинации отправят на краевой конкурс. Остальные планируют использовать на городских мероприятиях по избирательному праву. Планета РУДН отметила очередной день рождения. Сочинскому институту Российского университета дружбы народов исполнился 21 год. Отмечали и подводили итоги дружно. Студенты, преподаватели, родители и партнеры. Российский университет дружбы народов – самый интернациональный вуз страны. Его задача – мир во всем мире. Сочинский институт эту задачу оправдывает полностью. В многонациональном городе такой же состав студентов. Объединяя знаниями людей разных культур, РУДН формирует лидеров. Здесь целеустремленные студенты могут стать передовыми специалистами. Вот и сегодня, в свой день рождения, Сочинский институт подвел итоги различных образовательных проектов и определил цели на будущий учебный год. Кроме того, студенты, успешно представившие свои исследования в рамках традиционного научно-образовательного форума института, получили заветные дипломы и сертификаты. Как отмечают партнеры вуза, выпускники Сочинского института РУДН, цены – сотрудники в городских учреждениях. Эта обстановка располагает к тому, что студент может не бояться своих высказываний, может проявить свое творчество, инициативу и получит поддержку от преподавателя. Очень много работают на предприятиях и учреждениях выпускников этого вуза, и о них очень хорошо отзываются, о том, что это сильные специалисты, специалисты, которые приносят действительно пользу нашему городу. Технические, естественные, медицинские, экономические, гуманитарные в Сочинском институте РУДН представлены все направления подготовки. А потому сочинской молодежи нетрудно выбрать профессию своей мечты. Для студентов РУДН не существует границ. В их распоряжении программы обмена и стажировки, двойных дипломов совместно с зарубежными вузами, а также международные конференции, летние школы и практики. География сотрудничества обширна, не отстает и студенческий совет, постоянно создает новые проекты. Один проект – это РУДН Лайф, это YouTube-канал, где мы выкладываем интервью. И также второй проект – это клуб разговорного английского языка, где два раза в неделю собираются студенты и разговаривают на различные темы на английском языке. И университет нас в этом поддерживает, как предоставляя помещение, так и материально, то есть оказывает поддержку. В день рождения принято говорить о достижениях. Принципиально значимое для Сочинского института РУДН – это участие в мировом первенстве профессионального мастерства WorldSkills. Студенты вуза входят в состав национальной сборной и регулярно занимают призовые места в самых разных компетенциях. Направление WorldSkills – это наше направление, мы гордимся этим, потому что мировая компетенция должна быть доступна в России, понятна в России. И должна использоваться таким образом, чтобы мы получали более качественного специалиста. Среди участников торжественного мероприятия – студенты, преподаватели, гости, партнеры, родители. Вот это наша планета. С праздником РУДН, с праздником Сочи. Татьяна Говоркова, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. У православных христиан началась Страстная седмица. В эту неделю вспоминают окончание земной жизни Иисуса Христа, его мученическую смерть и воскресение. Поэтому каждый день Страстной недели называется Великим. Это период самого строгого поста. В понедельник принято начинать подготовку к празднику, делая в доме генеральную уборку, а также устраивая большую стирку. Именно поэтому первый день Страстной недели в народе называют чистым понедельником. Во вторник верующие продолжают подготовку к Пасхе, наводят порядок в доме и начинают заниматься праздничным угощением. Считалось, что расторопные хозяйки должны до окончания четверга закончить всю основную подготовку. В этом году православная Пасха отмечается 28 апреля. 120 спортсменов вышли на последний этап веломногодневки. Его организаторы турнира, а это Совет ветеранов города Сочи, посвятил герою Советского Союза Илье Сьянову. Заключительный пятый этап многодневной сочинской велогонки впервые в истории современной России проходил на центральных улицах города. Последний раз спортсмены здесь соревновались еще во времена Советского Союза. Им предстояло преодолеть 45 километров. Это самый короткий этап турнира, но при этом довольно сложный, отмечают гонщики, так как на отдых времени нет. На прохождение дистанции потребовалось чуть более часа. Чтобы выявить победителя, понадобилась помощь технике. Кто же первый? Это будет фотофиниш! Камеры показали, первую финишную черту пересек спортсмен из тульской команды, чемпион Европы Николай Журкин. На этих соревнованиях на его счету это уже третья победа. Интереснее, конечно, когда в горы поднимаешься, виды какие-то открываются. Все-таки красиво, едешь и смотришь, можешь посмотреть слева, справа, потому что медленно едешь. Гонка к сегодня, она хорошо для зрителей, короткая. Но, честно, посмотреть по сторонам некогда. Очень нервная гонка, быстрая, много поворотов, некогда смотреть. Кстати, среди немногочисленных зрителей этой гонки были и звезды отечественного велоспорта. Поддержать спортсменов приехал трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Якимов. После уже Олимпийских игр, проведенных в Сочи, город зарекомендовал себе как город таких больших спортивных славных традиций. И мы хотим эту гонку возвратить и поднять до уровня международных соревнований. Впервые подобные соревнования на курорте прошли 5 апреля 1954 года под названием Всесоюзная весенняя сочинская многодневная велогонка. По ее результатам тогда была сформирована сборная страны для участия в крупных международных состязаниях. До 2009 года турнир проводился на Черноморском побережье. Затем в связи с подготовкой города к Олимпиаде была сделана многолетняя пауза. И теперь Гран-при Сочи снова собирает лучших велогонщиков страны. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. Краснодарцы отличились в скорости. В Сочи впервые прошли чемпионаты и первенство Южного федерального округа по скалолазанию в дисциплине «Эталонная скорость». В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Краснодарского края, Республик Крым и Адыгея, Ростовской и Астраханской областей. Первые места в чемпионате в своих возрастных категориях заняли наши земляки Дарья Абрамова. Она показала результат 14,42 секунды. И Тимофей Карпов. Он преодолел трассу менее чем за 8 секунд, тем самым установив рекорд скалодрома. Дисциплина «Эталонная скорость» – часть Олимпийского многоборья. Она впервые будет представлена в 2020 году в Токио. И в Краснодарском крае есть спортсмены, которые могут принять в ней участие. Не так много скал такого уровня вообще в России. В Южном федеральном округе это единственная скала такого уровня, такой спортивный объект. У нас есть спортсмены, которые входят в молодежную сборную России. И парочка спортсменов у нас есть, которые, мы думаем, может быть, в Олимпийскую сборную войти смогут. Сочинец Георгий Мчадлишвили вошел в молодежную сборную команду страны. Сейчас она на сборах в Сочи в спортивном комплексе Александра Карелина. В ее составе сочинский борец приступил к тренировкам. С ним познакомилась наша съемочная группа. Проиграл осетину, но победил дагестанца. Сочинец Георгий Мчадлишвили завоевал бронзу на первенстве России, которая проходила в начале апреля во Владикавказе. Таким образом, борец из Сочи по результатам поединков вошел в молодежный состав сборной России по вольной борьбе. Платов не знаю пока позаниматься. Не знаю по сборам поездки. Дальше видно будет новый сезон. Придет. Надо будет побольше потренироваться, чтобы уже попадать на Европу и мир. В этом году борец с Мчадлишвили не попадает на чемпионат Европы и мира. Но есть шанс проявить себя в следующем году. Сочинец говорит, что вошел в сборную – это уже большой успех. Теперь нужно сделать следующий шаг и доказать, что способен бороться на международном уровне. Это, честно, очень хороший результат, учитывая, что федерация борьбы в Сочи делает очень много для этого. Не только для этого, но и даже для нас, для сборной России делает очень много. В Сочи юниоры пробудут на учебно-тренировочных сборах до первых чисел мая. Спортсмены по традиции выбирают именно эту спортивную базу – спорткомплекс Александра Карелина отеля «Весна». Для нас это приятно, потому что все проходит именно на базе Карелина спортивного комплекса. Почти 200 дней в году. Поэтому для нас самое главное сейчас и мальчишки наши присутствуют, и местные мальчишки. И они в этой команде тренера позволяют присутствовать в тренировочном процессе. Глядя на мастеров спорта, мальчишки также мечтают делать броски, перевороты, захваты. А тренерам на таких занятиях гораздо проще разглядеть спортивные таланты среди местных спортсменов. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». Смотрите нас также в телепакетах «Билайн» на 76-й кнопке и в социальных сетях в группах «Новости Сочи ФКТ». В «Фейсбуке», «Инстаграме», «Одноклассниках», «Телеграме» и в сообществе «ВКонтакте». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok